Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несмотря на новые возможности, лишь некоторые квесты будут целиком завязаны на них Да, телепортация позволяет быстро преодолевать расстояние, а просмотр будущего точнее определять дальнейшие шаги Однако большинство задачек решаются и без этого Лишь иногда от нас будет требовать, скажем, разозлить какого-нибудь персонажа, чтобы он схватил нас и его можно было бы переместить в другое место К тому же ринопластику и чтение мыслей дали опробовать лишь в обучающей миссии Прочие перемены коснулись управления интерфейса Все действия теперь легко выполняются при помощи клавиатуры Поддержка мышки осталась, но для передвижения необходимо зажимать левую клавишу и вести в нужном направлении При этом на экране появляются виртуальные стик геймпады Видимо, это намек, чтобы в следующий раз вы купили именно консольную версию Также разработчики переделали систему диалогов Вместо полных фраз приходится выбирать лишь тему разговора Ну и еще Сэму добавили блокнот, где хранятся заметки о персонажах, заданиях и способностях его напарника Нетронутым остался только фирменный юмор серии Легкий, ненапряжный, немного безумный, но неизменно поднимающий настроение При этом создается впечатление, что у разработчиков открылось второе дыхание Как бы там ни было, The Penal Zone достаточно явно показало, что у Сэма и Макса, несмотря на многолетнюю историю, еще есть потенциал Еще есть, что нам показать и чем удивить